добрый день сегодня 14 октября обрезка винограда идет полным ходом и в комментариях меня просили показать как я обрезаю взрослые кусты столовых форм винограда я ответил что принципиально обрезка ничем не отличается от обрезки технарей я также стараюсь обрезать паскуиню в этом году начал экспериментировать с учком замещения я покажу обрезку столовых сортов на примере двух кустов первый куст сзади меня это колобок которому четыре года посажен 2017 году и второй куст самый взрослый куст на новом участке августин ему 10 лет не вдаваясь в подробности сразу переходим к обрезке что собой представляет куст колобка уже сформированный куст сформирован как все мои кусты разнорукавным веером три рукава в одну сторону один рукав в другую изначально планировалось формировать в одну сторону изменили собстоятельства и отправил один рукав закрывать голову куста ронда обратите внимание на сегодняшний момент лоза вызрала на всю длину и я имею полное право приступать к обрезке от головы куста у нас отходят три рукава 1 вот здесь в травке 2 3 4 здесь голова куста голова не нога я где-то видел в интернете пишут нога нет ребят это голова три рукава у меня уходит налево и один рукав направо начнем с левой стороны вот здесь я буду обрезать после побега который ближе всего голове куста и я не буду здесь оставлять сучок замещения то есть здесь меня будет классическая обрезка без сучка замещения дальше вот на этом побеге на этом рукаве я решил использовать сучок замещения и оставил вот видите здесь побег которую обрежу после второй почки хорошо развитой и оставлю на сучок замещения дальше идем по рукаву и вот этот побег вот эту лозу вызревшую я оставлю как плодовую стрелку и получится ну можно сказать почти классический вариант плодового звена сучок замещения плодовая стрелка в идеале конечно вот отсюда должен был выходить побег на плодовую стрелку ну так получилось там были плохие почки и третий рукав я также обрежу вот здесь вот без сучка замещения после этого побега с правой стороны получилось не все так как хотел и как задумывал я не знаю по каким-то причинам я вот забыл выломать вот этот побег то ли я хотел закрыть вот эту зону то ли мне там жадности меня за личную гроздочку погубила вообще вот этот побег нужно было выломать в стадии зеленки и вода быть не должно поэтому как не хочется лишнюю резаную рану делать придется здесь пенечек оставить ну а дальше тоже пробуем сучок замещения вот такой-то обрежем после второй почки и вот этот побег оставим на плодовую стрелку сделаем рез здесь как вы видите вот этот побег это лоза это уже подводится для закрытия головы куста рукавчик от ронда сейчас я все обрежу и покажу как это будет выглядеть после обрезки и так я сделал все резы убрал на пенек вот этот побег обрезал на две почки сучок замещения оставил плодовую стрелку и с другой стороны оставил плодовую стрелку оставил вот здесь вот плодовое звено видите и оставил здесь плодовую стрелку начинаем убирать все лишнее я убрал все лишнее оставил 4 побега по одному на каждый рукав сейчас обрежу их на 10 почек и все эти плодовые стрелки теперь их можно называть так приведу в горизонтальное положение и покажу как это будет выглядеть весной вот что получилось в итоге правый рукав пересекается с рукавом от ронда которая начинает закрывать голову куста в этом году не дотянул побег вообще вот этот вот весь промежуток видите пустота должна закрываться рукавом ронда и два три рукава уходят у меня влево заходит на голову молодого кустика кристалла который сейчас вот там сидит и обрезан на обратный рост когда он разрастется то придется один рукав убрать и оставить два рукава влево и один рукав вправо не будет более чем достаточно столового винограда хватает много ягоды мне не надо а теперь перейдем к самому взрослому кусту кусту августина августин кусту 10 лет раньше он был сформирован вот по той плоскости шпалера которую мы видим но сейчас там посажены другие сорта остался небольшой рукавчик на той стороне а все остальное я перевел на южную стену вот обратите внимание вот этот ствол это ствол августина подранный кошаком и вот он подходит несколькими рукавами на южную стену и по южной стене пошел 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 и занимает наверно метров пять точно и вот этого монстра я сейчас буду обрезать схематично это не покажешь поэтому показывать буду фрагментами начинаем вот с этого участка стены видите здесь рукав в густина уходит вниз и снизу тоненький рукавчик плодовая стрелка сорт прямо украина я тоже вывел ее на южную стену и прямо украины займет вот этот двухметровый участок соответственно здесь с августином я расстаюсь следуем по рукаву следуем по рукаву смотрим куда он приходит он приходит вот сюда где лежат мои ножницы сучка рез и обратите внимание вот здесь у меня стоит белая пометка я ее поставил еще весной что в этом месте я буду отрезать старый вот рукав в пользу прямо украины отрезаем что получилось на освободившиеся место подвязано прямо украины она через год займет все пространство так а мы продолжаем разбираться с августином смотрим следующий рукав вот он у нас рукав идет 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 и подходит к началу рукава но здесь все просто вот это мы оставляем на сучок замещения а вот это вызревшие лоза пойдет у нас как плодовая стрелка обрезаем обрезаны двигаемся дальше начало следующего рукава ну тут у меня вот так получилось немножко пошли побеги не с тех почек поэтому здесь придется вот этот побег оставить и обрезать вот таким образом чисто на плодовую стрелку вот этот такой не до рукавчик я пока трогать не буду оставлю его как резервную лозу обрежу вот здесь вот и пусть он пока будет хотя в перспективе он у меня пойдет под удаление и пришло время разобрать финальный участок вот этот кусочек видите мы уже оставили на плодоношение вот эту стрелку а вот здесь у меня стоит пометочка обрезать то есть вот этот сучок я обрежу да это не по фэншую останется пенек но что делать и остается еще один рукавчик вот этот вот видите весенние меточка вот здесь обрезать тут оставлял рожок некрасивым конечно получился я пока подумаю как но скорее всего вот эту стрелку я сейчас оставлю ее на плодоношение вот этот обрежу конечно сучок замещения но он скажем так не очень хорошо по геометрии расположен но отрезать я его всегда успею сейчас делаю окончательные резы и покажу что у меня получится ту плоский шпалера который у меня за спиной я показывать не буду она идет на удаление то место займет от уз все готово давайте посмотрим что получилось итак у нас на стену заходит толстый свод ствол делится на несколько рукавов и смотрим как мы обрезали первый рукав идет закрытие шпалера дальше подключается второй рукав на перехлёст затем третий четвертый рукав на перехлёст пятый рукав на перехлёст и он уже закрывает там перехлёст с прямой украины с головой куста как я сказал я буду прощаться у меня останется только вот этот большой заворот и в планах выгнать еще один рукав прямо от головы куста проложить его вот так вот так же другой параллельно может быть один может быть 2 как резерв в этом году у меня рос такой хороший побег но я его нечаянно сломал жалко очень было ну что делать на этом друзья все я прям побежал дальше обрезать на самом деле вот эти съемки они отнимают очень много времени и за это время четыре куста бы я уже обрезал пока снимал вот этот ролик поэтому респект дизлайкером ставьте ругайте а мне надо работать пока